Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй. Мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро с сезонами. И у нас наступила весна. Снег сошел, почва прогрелась до 1 градуса. Возможно, за сегодня она прогреется еще чуть больше. 2 градуса нам хватит для того, чтобы начать посев. За кадром у нас была зима. За зиму мы продали канолу, которую собрали. Я не помню, в прошлой или позапрошлой серии. В общем-то, мы когда собирали канолу, мы ее продали всю. Также за зиму мы переделали абсолютно всю траву, что у нас была в силос. И у нас еще осталось 2,5 миллиона силоса. Плюс, друзья, я полностью заполнил наш биогазовый завод на биогаз. То есть 2 миллиона я сюда отвез. И вот что у нас получилось. В общем-то, мы в достатке сейчас по поводу биогаза. И, в принципе, потом этот силос можно будет даже продать. Правда, придется заморочиться с конвейерной лентой, но я постараюсь это все дело автоматизировать. Но это, друзья, уже не сегодня. Также, друзья, мы полностью заполнили 200 тысяч литров биогаза на цементный завод. Он у нас переделался, соответственно, в цемент. Сейчас он полностью забит. И один раз я уже успел съездить продать 500 тысяч во время зимы. Поэтому у нас сейчас с деньгами все в порядке. Карьеры, друзья, я также заполнил до отказа. Правда, тут еще он не закончил свою работу. Но у нас есть уже почти по 2 миллиона литров песка и гравия. На пилораму, друзья, я ничего не возил. Единственное, только я скидывал поддоны. И, в принципе, у нас еще тут до хрена и биогаза, и бревен. Мы их полностью под завязку забили, по сути дела. Так что я думаю, что нам этого должно хватить. Пилить деревья мы будем не очень часто. Но, видимо, придется. Этот брус мы, друзья, будем использовать для строительства всех наших заводов. Только вот так вот периодически приходится скидывать это все дело. Но здесь вот оно вот так вот лежит. Все, в принципе, нормально. Ну и производство поддонов у нас стало. Биогаз тут еще не закончился. Тут его тоже намного хватает. Бревна я еще из этой кучки, которую мы сюда свалили, заполнил. И у нас есть склад поддонов, на котором 200 тысяч литров этих самых поддонов находится. Так что тут, в принципе, все понятно. Поддоны мы будем много куда девать. И у нас, ребята, на балансе 2,5 миллиона денег. И их обязательно нужно сегодня потратить. Ну как обязательно? Не то, чтобы обязательно. Но нужно будет. Так же, друзья, я заполнил хранилище компоста в нашем фруктовом саду. В воды я сюда один прицеп отвез. И то это были остатки, то что не влезло на карьер. Официально я сюда пока не возил. Но можно будет, в принципе, отвезти. Нам этого хватит на 2-3 обработки вообще. Компост я сюда отвез, сколько влезло. То есть у нас 100 тысяч лежит и 100 тысяч на входе. То есть 200 тысяч у нас, в принципе, есть. Этого тоже на пару лет должно хватить. Теми темпами, с которыми мы обычно занимаемся фруктовым садом. Но остальной компост я весь продал нахрен. И поэтому, друзья, какие у нас планы на сегодня? Во-первых, надо будет заняться фруктовым садом. То бишь, раскидать компост и воду на все деревья, которые здесь есть. Кстати, вот яблочки неплохо было бы подъехать, собрать последние. Плюс, друзья, надо, ну это по мере возможностей, по мере надобности. Точнее, мы будем обслуживать всю технику. Потому что что-то уже нуждается в техобслуживании. Плюс мы сегодня покупаем ЖБИ. Давайте, в принципе, сразу это сделаем. 300 тысяч мы вносим на производство бетонных блоков. И 300 тысяч мы также внесем на производство бетона. И бетон и бетонные блоки нам понадобятся для того, чтобы строить все предприятия, которые требуют строительства. Соответственно, для производства бетона нам нужен цемент, гравий, песок и вода. Воду мы привезем вручную. На цемент, гравий, песок я планирую замутить сегодня курсплей. Ну а для производства бетонных блоков нужны цемент, гравий, песок, вода и пустые поддоны. Это все дело у нас есть, поэтому сюда мы это все дело также отвезем. Единственное, здесь вмещается по 200 тысяч всего, а там по 100. А, тут вообще по миллиону вмещается. Я просто насчет курсплея думаю, как бы это все очень красиво сделать. Я хочу записать, ребята, один маршрут, который будет возить и цемент, и гравий, и песок на оба этих предприятия. Там задавали вопрос, как я сделал продажу карьера песка и гравия, чтобы в разные точки ездил. Я сегодня вам покажу, как сюда это все дело возить. Но это чуть-чуть попозже. Также у нас, друзья, сегодня пассивная. И у нас есть еще 2 миллиона. Я, друзья, хочу купить поле. Причем даже 2. Это будет 5 и 2 поле. Давайте сразу их тоже купим и сразу же к ним перейдем. У нас одно поле уже засеяно ячменем, и он уже растет. На самом деле я не хочу этим ячменем заниматься. А второе поле у нас тоже, кстати, засеяно ячменем. В общем-то, логично будет объединить эти два поля, во-первых, в одно. А во-вторых, оно требуется в вспашке. Ну и не говоря уже про удобрения. Плюс наше 99 поле импровизированное также нуждается во вспашке. Для этого нам нужно будет купить плуг. Давайте сразу же это сделаем. Возьмем вот эту среднюю джумпу на 4,8 метра. Покупаем ее. Я думаю, она вполне справится. А для удобрения, друзья, мы сегодня будем использовать наше хранилище дегистата. Поэтому, кстати, надо взять еще и бочку для дегистата. Я вот просто еще думаю, что на самом деле-то я собирался сеять или пшеницу, или ячмень на одно поле, чтобы у нас соломка там была. И зерновые потом для производства семян. А на второе поле я собирался сеять канолу. Ну ладно. Мы тогда эти два поля в этом сезоне просто три раза удобрим, а 99-е уже вспашем и засеем. На следующем сезоне вспашем вот эти два поля и объединим после уборки. Тогда сделаем так, раз оно уже все засеяно. В любом случае нам надо покупать цистерну для навоза. Или взять ее просто в аренду. Возьмем, пожалуй, вот эту за 36 тысяч. Давайте ее даже, наверное, и купим. 36 тысяч не жалко. Пускай будет своя. И сразу же поставим это дело в работу. В первую очередь нам, разумеется, нужно удобрить наше 99-е поле перед вспашкой. Чтобы потом поставить его пахать. Для удобрения мы возьмем, пожалуй, какой-нибудь небольшой трактор. Например, вот эту самую Вальтру. Она вполне справится с этой задачей. Так что едем за цистерной, потом едем на 99-е поле и мутим маршрут на удобрение. Соответственно, друзья, вот оно наше поле. Не маленькое, не самое маленькое. Вот она наша бочка, которой мы сейчас это все дело будем удобрять. Процесс, кстати, будет довольно долгим. Но ладно, все сделаем, все будет хорошо. Теперь нам надо выбрать место, где мы будем пополнять дегистат. И у нас есть три варианта. Первый вариант это наш ферментатор на промзоне. Увы, из него я дегистат весь вылил в землю, потому что он заполнился. Продавать его за сущие копейки мне не хотелось, девать его было некуда. Автоматически отсюда он, кстати, пополняться не будет. Поэтому этот вариант у нас отпадает. Второй вариант это наш БГА и производство биогаза. Здесь у нас также производится дегистат. Есть его 404 тысячи. Но его мы использовать тоже не будем, потому что, во-первых, здесь само оно не дело не пополняется. Во-вторых, этот дегистат мы потом пустим на сельхозхимию, скорее всего. Я еще точно не решил. Ну а третий вариант это опять-таки БГА. И у нас есть еще одно хранилище дегистата, в котором вот в левом верхнем углу написано есть 702 тысячи. Здесь у нас появляется, когда мы продаем силос, мы все-таки тюки вначале продавали. Этот дегистат никуда не девался, я его специально оставил именно для удобрения. Вот с этой бочки он будет на курсплее автоматически пополняться. Поэтому нам надо сейчас записать маршрут сюда. Так что давайте именно этим и займемся. Сейчас, друзья, мы заполним дегистат из бочки, которая у нас с производства биогаза. Но вообще пополняться он здесь не будет, он будет пополняться на другой бочке. Мы чуть-чуть на тот момент оставим, чтобы просто проверить, словил он триггер или нет. Я думаю, вот так вот примерно и хватит. Теперь мы проезжаем мимо этой бочки, и здесь он должен пополняться. И, в принципе, да, он это делает. Причем здесь, в отличие от той бочки, уже с характерным звуком. Потому что это стоковая бочка, и здесь пополнение работает как из поддонов. В общем-то, едем обратно на поле и заканчиваем этот маршрут. Соответственно, друзья, здесь мы этот маршрут прерываем и сохраняем его как поле 99 дегистат. Вот так вот. Теперь же маршрут сбрасываем, ставим разные полевые работы. Выбираем 99 поле. Расположение старта автоматически. Возврат на старт обязательно да. И поставим, не знаю, 10 кругов поворотной полосы. Допустим, против часовой стрелки. Генерируем маршрут. Смотрим, насколько он адекватный. Он адекватный. Добавляем к нему поле 99 дегистат. Кстати, поле 99 транском можно стереть нахрен. И солома про тоже можно стереть нахрен. Потому что все будем вывозить на базу. Добавляем, в общем-то, поле 99 дегистат. Смотрим, чтобы это все нормально у нас выглядело. Выглядит оно все нормально. Ну и со стартовой точки запускаем. Да, у нас же не разные полевые работы. У нас удобрение и посев. Со стартовой точки запускаем. И вуаля, все это дело должно работать. А мы же тем временем переносимся в наш фруктовый садик. Одна из основных проблем это то, что нам надо обслужить этот трактор. И мне, честно говоря, очень впадло его ввести к магазину или на базу. Где мы можем это сделать. Он, в принципе, заводится пока все работает. Но он уже нуждается в техобслуживании. Как вариант, конечно, купить сюда наш волшебный чемоданчик. Вопрос только станет он здесь где-нибудь или нет. Он становится вот сюда, около гаража. Оно и замечательно. Тогда подвозим трактор к этому чемоданчику и чиним там его. Ремонтировать. Обслуживание стоит 256 рублей. Псущие копейки. Замечательно. Ставим чемоданчик обратно. Надеюсь, он за следующую зиму не исчезнет. В общем-то, друзья, сейчас задача простая. У нас раскидать компост под каждое дерево. И под каждое дерево разлить воду. Все это, увы, придется делать вручную. Хотя, на самом деле, если поставить, не знаю, на продажу, например, курсплей, можно попробовать замутить курсплейчик. Так что, почему бы и нет. Попробуем. У нас, в общем-то, в качестве теста первый ряд, скажем так, прошел. Поставим здесь на всякий случай компост. А почему бы и нет? Я помню, не заработал это дело, но я немножко другим способом пробовал. Это через перегон техники. А если поставить продажу, почему бы и нет? Он же теоретически должен это все на триггерах почуять. Единственное, только скорости может ему прибавить. Ладно, пускай едет так, подождем. А, друзья, у нас все замечательно. Он у нас пополняется. Замечательно просто. Сейчас посмотрим. Да, сыплет, все замечательно. Тогда сбрасываем этот маршрут и пишем маршрут на все деревья. А если там есть еще автопополнение, то это прям будет замечательно. И мы тогда запишем на весь фруктовый сад маршрут. А у нас тут есть автопополнение, поэтому все замечательно. Тогда, друзья, проезжаем под каждым триггером около каждого дерева и после каждого фрукта возвращаемся сюда за пополнением этого всего дела. Друзья, к этому моменту прицеп практически опустеет. Поэтому нам надо будет заехать обязательно пополнить этот компост, который у нас тут есть. Для этого мы встанем вот здесь под триггер, чтобы он его словил, и поставим здесь точку ожидания. Паузу в точке ожидания мы потом поставим, грубо говоря, 5 секунд. Он будет сюда приезжать, будет здесь останавливаться. За это время автоматически будет наполняться наш прицеп, и мы поедем дальше раскидывать компост по деревьям, которые мы еще не раскидали. Вот такой вот маршрутик у нас, в общем-то, получился, но есть в нем одна проблемка. Когда он второй раз заполняется, есть вероятность того, что я проехался по вот тому желтому триггеру, который высыпет весь компост обратно в хранилище. Если же так и случилось, то придется потом маршрут этот переписать, если он, конечно, еще будет работать. Но мы сейчас это посмотрим. Сохраняем маршрут, как фруктовый сад компост. Но пока что мы... А, и, кстати, поставим сразу паузу в точке ожидания. Давайте 10 секунд вот так, чтобы наверняка, чтобы 10 секунд он стоял и наполнялся. Я понимаю, что он наполнится быстрее, но 10 секунд ничего не решат, но все равно долго будет ездить. Пока что мы курсплей закроем. Прежде чем заполнять это все дело, я хочу вручную все полить, чтобы поставить его в работу и заниматься потом полностью нашим бетоновым заводом. Соответственно, тут автоматизировать никак нельзя, потому что перевозка жидкостей осуществляется только лишь на 10 деревьев. То есть 10 точек ожидания можно поставить. Это надо писать здесь дохренища разных маршрутов. Их, в общем-то, никак не закомбинируешь, поэтому поливать придется, увы, водой. В общем-то, я ставлю 10 километров в час и тыкаю на кнопку, а вы просто ждете, пока я закончу эту вакханалию. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, а очень не кстати у нас сейчас закончилось топливо в нашем тракторе. И, честно говоря, мне падло на нем ехать даже заправляться. Хотя поблизости у нас есть заправка. Ладно, надо съездить заправиться, потому что, ну, надо. 15 литров осталось. Их может хватить, конечно, но вот эта красная надпись, она будет меня раздражать. И рано или поздно все равно надо было бы ехать заправляться. Так что поехали на заправку. У меня такое чувство, что быстрее было бы съездить и привезти сюда топливную бочку. На нашем Америкосе, чем на этом тракторе ехать на ближайшую заправку. В общем-то, не суть важна. Мы ставим здесь компост и запускаем по маршруту со стартовой точки. Пускай едет и, в общем-то, удобряет все наши деревья. А мы тем временем вернемся на базу и займемся нашим бетонным заводом. Я тут пока все это делал, подумал, что очень большая разница в количестве принимаемого, скажем так, материала. Поэтому мы будем записывать все-таки два разных маршрута. Один просто будет работать больше, чем первый. Для этого нам потребуется один из тракторов, которым мы возили цемент или гравий. Пускай это будет ламборгини. Единственное, его тоже, наверное, надо обслужить. Да, нуждается в техобслуживании. Мы это можем сделать, в принципе, у себя прямо на базе. Поехали, так и сделаем. Не очень удачно я стал, но да ладно. Нажимаем кнопочку «Ремонтировать» и 451 рублик обошляем за это дело. Теперь у нас как новенький, с ним все хорошо. Главное из ямы выбраться. Цепляем, соответственно, прицеп на 40 тысяч, с которым он постоянно ездит. И едем на цементный завод загружать первое сырье. И так как, друзья, ездить нам далеко, я не хочу таскаться с грузом. Поэтому телегу мы оставим здесь. Маршрут мы будем писать без груза. Оставим ее в сторонку, чтобы она нам не мешала. И я, кстати, пока ехал, подумал, что... Ладно, я опять передумал. Я уже пять раз передумал, откуда мы что будем писать, сколько маршрутов. В общем-то, два маршрута мы сделаем. Маршрут мы писать начинаем вот оттуда. Здесь у нас стартовая точка. Извини, друг. Начать запись маршрута. Ну и закрываем. Сейчас же мы аккуратненько, не очень быстро едем к нашему бетонному заводу. К месту выгрузки. Приезжаем мы на цементный завод и допростят меня боги хардкора. Мне сейчас очень не хочется разбираться, почему же забагался у нас курс плей. Я поставлю, чтобы он пополнялся из цистерны дегистата. И он, в общем-то, дальше пойдет работать. Не хочу сейчас разбираться. У нас почему-то дегистат периодически багается. В общем-то, что нам нужно сделать? Нам нужно понять, куда высыпается цемент. Сюда у нас высыпается песок. Задним ходом, кстати, это не очень хорошо. Сюда у нас высыпается гравий. И здесь у нас высыпается цемент. Сейчас нам надо придумать, как нам сюда аккуратно подъехать задним ходом. Кстати, тот факт, что у нас нету с собой телеги, тоже нам помогает. Задним ходом парковаться будет проще. В принципе, проедем вот здесь и там развернемся. Все будет красиво. Здесь по максимуму мы проезжаем прямо, чтобы выровнять, скажем так, прицеп. И теперь сдаем задним ходом. Когда прицеп доедет сюда, он уже разгрузится. И, соответственно, выключаем задний ход. И теперь мы уезжаем отсюда и едем на наш карьер, для того, чтобы там пополнить гравий или песок. Ну, начнем, наверное, с песка. Теперь же мы подъезжаем просто к одному из триггеров. Что у нас, кстати, здесь загружается, это важно знать. Становимся примерно вот так вот. У нас, соответственно, заполнится и ставим здесь точку ожидания. Соответственно, он сюда приедет и остановится, будет стоять, ждать. Сколько мы ему скажем, там, 15 секунд поставим, допустим. Или 10, неважно. Вопрос, что у нас здесь грузится, чтобы правильно это все дело высыпать. Здесь у нас грузится песок. Соответственно, он приезжает сюда, загружает здесь песочек и едет обратно на ЖБИ. И здесь, друзья, соответственно, нам нужно высыпать будет песок. Поэтому мы сделаем вот такой вот аккуратненький кружочек для того, чтобы выровнять прицеп. И отсюда даем задним ходом в зону разгрузки песка. Отключаем задний ход и аккуратненько теперь надо отсюда выехать. Я думаю, что имеет смысл даже сделать кружочек. Вот так вот. И теперь, соответственно, ездим обратно в карьер и засыпаем там, ну, потенциально гравий. И вот она, друзья, еще одна точка загрузки. На этот раз мы здесь будем засыпать гравий. Ставим здесь также точку ожидания для того, чтобы он остановился и заполнился. И едем обратно на наш бетонный завод. Ну, и здесь же мы просто проезжаем по самому простому триггеру на выгрузку гравия. И теперь нам нужно просто закольцевать маршрут, и мы едем обратно на цементный завод. Единственное, предварительно мы проедем через заправку, потому что маршрут длинный и топливо может закончиться. Поэтому сейчас мы едем на цементный завод и по пути посещаем заправку. И на этом все. Прерываем этот маршрут и сохраняем его. Обзовем его пока что запуск в бетон. Я не знаю, не придумал нормального названия. Подскажите в комментариях нормальное название для этого маршрута. В общем-то, пока так. И сразу, если у кого-то есть вопрос, почему же я позапрошлой серии так расхваливал перекрестки, а сейчас потратил ту его кучу времени, чтобы проехаться по одному и тому же месту, по сути дела. Так вот, друзья, в данном случае мне лично проще потратить полчаса, или сколько я потратил на запись этого маршрута, и проехаться один раз круголями по всему маршруту, и потом нажать просто одну кнопку, потому что мы постоянно будем по этому маршруту ездить. И потом надо будет лишь нажать на одну гребаную кнопку, его загрузить. И все, у нас все будет работать. Наверное, у нас все будет работать. Я не знаю, за его работоспособность, знаете ли, две разгрузки задним ходом, это такое себе удовольствие. Хотя вот я в прошлый маршрут писал, там 6 разгрузок было, и оно вроде как работало. В общем-то, в любом случае, ставим сюда то, что будем загружать первым. В данном случае это цемент. У нас там вместимость 200 тысяч, мы возим по 40 тысяч, соответственно, 5 раз нам нужно туда съездить. Из ближайшей точки мы это все дело сейчас запустим. Вот у нас как раз следы есть. Выходим из трактора, и он будет у нас нормально ездить. У него притуплена скорость до 30 км в час, чтобы он тяжелый при маневрировании хорошо себя чувствовал. Сейчас мы увидим, как он заполняется. Сейчас вы увидите, как, кстати, проседает быстро прицеп, наполненный цементом. Невооруженным взглядом это заметно было. Давайте-ка посмотрим, что у него действительно стоит по скоростным параметрам. Да, до 30 км в час, и пауза в точке ожидания 10 секунд. Этого вполне хватит там. Соответственно, мы его оставляем, он идет работать. Вот этот товарищ у нас забагался, и поэтому мы его снимаем с маршрута. И, насколько я смог обратить внимание, он не везде рассыпал компост. Здесь рассыпал, а здесь нет. Он как-то через раз это все делал, как будто ему нужен был некоторый промежуток. В общем-то, вся эта тема у нас не работает, и потом я за кадром вручную это все дело рассыплю уже. Точно так же за кадром я запишу еще один маршрут на пополнение завода кирпичей. Он будет выглядеть абсолютно точно так же, так что сейчас, чтобы вас не мурыжить, я этого делать не буду. Да, он очень мало где высыпал компост. Ну ладно. Теперь же, друзья, нам нужно привезти воду и поддоны на наш ЖБИ. Воду мы будем возить с помощью вот этой вот хреновины. Там как раз 100 тысяч влезает, если мне память не изменяет. Единственное, надо ее заправить и, скорее всего, обслужить. Да, нуждается в техобслуживании, поэтому загоняем все это дело на СТОшку. Чиним, заправляем и едем возить воду. Блин, надо было отцепить эти танкеры. Какого хрена вот эта штука летает в воздухе, мне интересно. Она вообще-то должна на полу лежать. Мы ее можем поднять, перетащить. Ладно, тоже трохи забагалось. Не будем обращать сильно на это внимание. Выезжаем отсюда и загоняем сюда только лишь сам грузовик. У этого парня ремонт стоит полторы тысячи. Как-то подороже, чем все остальные. Но, видимо, из-за того, что он сам еще подороже, чем все остальные. В общем-то, сейчас мы его заправим. Не сильно много. Литров 150 мы у него зальем. Точнее, сделаем так, чтобы было литров 150. Я думаю, этого хватит на то, чтобы отвезти пару бочек воды и один прицеп поддонов. В общем-то, заполняем бочку и везем все на наши оба бетонных завода. То есть, на завод бетона и кирпичей. Тут, кстати, вон подъезжает уже трактор с первым рейсом цемента. И заодно посмотрим, как это все дело будет разгружаться. Мы его сейчас пропустим здесь, чтобы не мешать ему проехать вперед. Потому что мы очень неудобно стоим для него. А мы тем временем ставим наполнять воду. И пойдем посмотрим, как он сейчас задним ходом разгрузится, не разгрузится. В принципе, проблем особо у него быть не должно. Ну и как видим, в принципе, все в порядке. А, так сюда надо миллион возить. Я думал, сюда 200 тысяч. А сюда миллион. Тогда ему много раз придется сюда съесть. Ну ладно, отвезем сюда 200 тысяч. Пока что. Этого парня мы сейчас с дороги уберем. А наш товарищ сейчас поедет в карьер. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья. Воду мы отвезли полностью. На один завезли 100 тысяч, на другой 200. То есть мы их полностью забили. Это очень странно, кстати, то, что завод бетона принимает по миллиону всего сыпучего и всего 100 тысяч литров воды. А завод кирпичей, то бишь бетонных блоков, принимает по 200 тысяч всего. Но еще он принимает 32 тысячи литров поддонов. Один поддон вот такой, поддон с поддонами, или как это правильно называется, в общем-то, идет на 2000 литров, то бишь 2 куба. Следовательно, нам нужно 16 поддонов. Благо у нас здесь есть автозагрузка, единственное, надо выставить палеты, ну и соответственно, эту самую автозагрузку. Они будут здесь респауниться каждую минуту, поэтому нам придется еще и увеличить время, чтобы по-быстрому все это дело к нам залетело. Паркуемся вот так вот задним ходом, он сюда прыгает. Нам нужно 16 таких штук. Ну, увы, на наш прицеп влазит только лишь 14, я насчитал, по крайней мере. Да, 14 штук влазит, ну, в принципе, пускай будет 14. 28 тысяч литров, фиг с ним. Поддоны у нас высыпаются вот здесь, так что все это дело мы высыпаем. И все. А мы даже на 32, как-то я просчитался, полностью все забили. Как раз один прицеп получился, что я неправильно посчитал. Ну да ладно, видимо 16 штук сюда влазит. В общем-то, друзья, сейчас мы это дело везем на базу, и у нас тем самым закончило удобряться наше 99-е поле. Нам нужно переставить удобрялку на 5-е, 2-е поле и поставить работать плуг на 99-м. С плугом у нас поедет работать наша оранжевая вальтра, она должна быть в меру мощной. Да, это из серии, с ним 400 лошадей, е-мое. Конечно же он поедет пахать, у него как два пальца будет. Привозим мы нашу вальтру с плугом на наше поле. Тем временем, кстати, на бетонный завод уже привезли песочек, и трактор поехал обратно за Гравием в карьер. Песочек тоже замечательно разгрузился, судя по тому, что он едет пустой. Так что маршрут работает, все хорошо. Но наша задача теперь поставить пахоту на это поле. Делать это, в принципе, очень просто. Единственное, мы, наверное, по кругу разочек пройдемся, все-таки, на всякий случай. Ставим поле 99, бла-бла-бла, все как обычно, возврат на старт, пускай будет «да». И поворотная полоса три раза по часовой стрелке, и пускай она будет с разворотом, чтобы все было четко. Да и, пожалуй, мы еще и сами начнем это все делать, чтобы было прям ровно-ровно. Запускаем это дело с ближайшей точки. Как раз он с максимальной скоростью вполне себе нормально поедет. Единственное, только маршрут у нас генерировался на 5,3 метра. Мне кажется, это плохая идея. В настройках написано, что 4,8 метра у нас плуг, поэтому мы поставим 4,8. Даже если он на самом деле 5,3, лучше пускай он вот 4,8 сделает. То, что он пару кругов лишних, пару полосок лишних навернет, это будет явно не хуже, если он попропускает. В общем-то, этот товарищ пошел пахать, а этого товарища, соответственно, надо тогда поставить, удобрять 5-е поле. Прерываем ему этот маршрут и везем его на 5-е поле. Да, идет дождик, такой туман, ни хрена не видно, уже в 9 часов вечера ночь наступает. Что я, кстати, заметил, я на запись серии трачу все время приблизительно одно и то же время, с утра и до заката. Но да ладно. Здесь мы обычный маршрут генерируем, даже без поворотных полос. Я даже не буду писать маршрут на пополнение, пускай он с бочки сейчас автоматически пополняется, уже потом с этим разберемся. Главное, чтобы он на старт вернулся. Ну и со стартовой точки его запускаем. Соответственно, друзья, за сегодня мы сделали довольно-таки большую работу. За кадром между сериями я доделаю все с полями, засею это, еще раз его удобрю. Может быть, если придет время, удобрю еще те поля. Плюс раскидаю компост по фруктовому саду, так что в следующий раз мы его уже соберем. Ну и скорее всего вручную заполню завод бетонных плит. Есть у меня один читерский прицеп, в принципе, вручную это быстро можно будет сделать. Ну и возможно, что-то из всего этого попадет, точнее будет сделано на стриме. Если же я выложу серию раньше, чем буду этим заниматься, то я, соответственно, это все на стриме буду делать. Если нет, ну чтобы не спойлерить, скажем так, значит нет. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилей. Если вам понравилась серия или вы что-то полезное для себя подчеркнули, то не пожалейте, пожалуйста, лосик. Потому что много времени уходит на запись, на монтаж, на, в общем-то, на все много времени уходит. Да и, не знаю, вам же не сложно нажать, мне приятно будет. Пишите свои комментарии по поводу нашего развития. Рассказывайте о канале друзьям, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить стримы. На этом все. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»